Здравствуйте! Я хотел бы вам сейчас рассказать о небольшой пешей прогулке, которая имела место однажды во время моего путешествия по странам Центральной Америки и Северной Бурсской. Это прогулка в Гондурас. Когда-то я бывал в Гватемале, дважды в Мексике, в Эль Сальвадоре. И как не заглянуть в Гондурас, если у вас такой маршрут? Еще транзитом в Коста-Рике был тогда и летел тоже через Париж туда. Короче говоря, интересно то, что когда вы находитесь в Сальвадоре, то вы на автобусе можете доехать до границы Гондураса. Что тут происходит? Я жил более-менее в центре столицы и, конечно, ездил к океану, в Сан-Хосе, которая называется так же, как столица Коста-Рики, но это совсем другое Сан-Хосе. Городов с таким названием очень много. А в один из дней я с утра сел на автобус. Такой хитро-умный, надо было знать, где он восстанавливается и как он выглядит. И, вы знаете, очень долго, во всяком случае больше двух часов, это было три часа, а то и чуть больше, ехал в направлении городка La Libertad. Это значит свобода. Это приграничный город, который, по-моему, я правильно все говорю, и когда вы приехали туда, потратили эти три часа, вы потом можете сесть на такси. И только на такси, и поехать уже в ближайший населенный пункт Гондураса, который находится в 7,5 примерно километрах от границы Гондураса с Сальвадором. Значит, любопытно то, что когда я попал в Гондурас, то там как раз буквально два дня назад случился очередной государственный переворот. И вот я сижу, читаю Сальвадорскую газету в автобусе, еду в Гондурас и с легким ужасом понимаю, что новости посвящены этому перевороту, который произошел меньше двух суток назад. Все новости об этом. Я задаю себе вопрос, а все ли в порядке с границей, а будут ли пропускать. Ну, в общем, этот пропускной пункт работал, по-моему, чуть ли не до 9 вечера, может, чуть раньше. И я, в общем, попав туда, я, тем не менее, отважно пошел к пограничнику, показал ему свой паспорт, заполнил то, что нужно было заполнить. Я даже не знал, куда я иду, там был описан пункт следования. Я быстренько спросил у единственного Гондураса, вернее, у единственного Сальвадорца, который тоже заполнял такой формуляр. Я у него спросил, а как называется ближайший город? Он говорит, око-те-те-те. Я думаю, ну, конечно, око-те-те-те. Да, вписал око-те-те, это писал по-испански, как вот на слух. Ну, в общем, там предсказуемая орфография, поэтому понятно. Вот, я очень попросил в штампик мне поставить Гондураса на память. Для этого я специально пошел в какой-то офис, в какую-то коморку небольшую, открыл, достал этот штамп и поставил мне. Он у меня до сих пор есть в паспорте. Вот, и мне сказали, что здесь на такси это стоит ровно столько. Это очень фиксированная цена почему-то с такси. Очень честные таксисты, и они даже не берут черевые, что очень странно. Я постановил так. Туда я буду идти пешком, потому что в одном маленьком городке я не думаю, что я буду очень много развлекаться. Но зато пройти пешком, сделать фотографии, увидеть, посмотреть на природу, на каких-то животных домашних, которые там будут, на людей, это интересно. Я пошел вдоль трассы, прошел все эти 7,5 километров. Может быть, это было даже чуть-чуть больше. Значит, по дороге там есть такое небольшое селение, которое называется, по-моему, Ноево-Окотетеке. Там есть церковь, там магазинчик. Я туда тоже зашел, но там ничего примечательного, там все можно осмотреть за 5 минут. Потом я дальше пошел по трассе. Удивительно то, что все гондурасцы здороваются с незнакомыми людьми. Даже на дороге, даже велосипедист, даже дети. Абсолютно все и непременно. Я видел живые изгороди из цели, усов, из каптусов. Я видел какие-то холмы, какие-то поля, видел каких-то одиноких пасущихся лошадей или кого-то еще. Видел прохожих, которые все аккуратно и прилежно со мной здоровались. Была очень хорошая погода. Было жарко, очень солнечно, небо ясное. Но зонтик с собой нужно было иметь и лезетно, в тропиках это непременно. Вот я дошел до Окотетеке. Там оказалось очень много полиции. А это хорошо, значит, будет безопасно. Потому что тогда очень много полиции. Полиция тоже первая здоровалась с удовольствием. Я отменял деньги. Тогда курс был 27 лимпир за 1 доллар. Вот такие вот по одной лимпире у меня остались до сих пор в избытке купюры с таким индейцем. А вот другая сторона этой же купюры. Вот такие они. Как много? Вот это 2 лимпиры. 2. Вот это 5. Извините, там было 5. Это вот 2. С одной стороны и лицевая. Также таксист мне подарил несколько монеток. Сентаву, которые уже вышли из употребления. И он мне подарил, по-моему, 3 монетки, которые уже вышли из употребления. Очень редкие. Они вышли из употребления на сегодняшний день уже 20 лет назад. Или больше. Вот. Так что и коллекция монеток тоже пополнилась. Ну, у меня на самом деле никакой коллекции нет. Но невольно, когда вот бывают в таких странах, остаются деньги, тем более, если они там обесценены. Остаются какие-то купюры. Они иногда, может быть, красивыми. И ты их привозишь. Я многое привозил, многое дарил. Ну, вот монет у меня очень много по неволе. Не потому, что я их собираю. И дарил тоже, и монеты. А, кроме того, иногда бывает просто приятно сохранить это на память и кому-нибудь показать. Ну, вот я побывал в Вентурасе. Я побывал в Окотепеке. Посмотрел тамошнюю церковь, такую уже более новую. Кстати, в Старого Окотепеке есть тоже и евангелическое, и католическое, и каноническое. А в том тоже, видимо, обе есть. Вот там я пообедал в таком полууличном заведении. Вот. И прогулялся, сделал фотографии. И потом уже взял такси. Вот на такси я ехал назад. Поговорили с таксистом. Такой старенький какой-то такси. Привез он меня на границу. И пограничники уже отновь, конечно, меня узнали. И улыбались, махали мне рукой. А визит для этого не надо было. Потому что у Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Сальвадора общее визовое пространство. И для украинских граждан доступ туда безвизовый и бесплатный. Когда я прилетел в Гватемалу... Вот опять пример на тему о том, что мы обсуждали в прошлый раз. Безвизовый режим. Когда я прилетел в Гватемалу, я был первым украинским гражданином, который воспользовался правом безвизового пересечения границ. И визовая офицер, она очень удивлялась. Она очень долго перепроверяла по всем базам. А потом сказала, что да, все верно. Вы имеете право на бесплатное пересечение границы. Я дважды так пересекал границу Гватемала. Там очень красивая красно-зеленая печати. Кстати, тоже могу показать. Нельзя. Ну и таким образом я всегда соблазнялся соседством какого-то государства и пытался пробраться к границе, чтобы ее пересечь и посетить соседнее государство. Как это было в случае с Парагмар-Аргентина, как это было в случае с Сомали-Джибути, как это было в случае с Сальвадор-Гватемала или Гватемала-Сальвадор и так далее. Это все было очень привлекательно. Ну что ж, в Сальвадор я тоже, кстати говоря, ехал на автобусе из Гватемалы. Другого просто варианта нет. Машина и автобус больше никак. Ну и, наконец, я хочу показать еще несколько купюр из тех государств, о которых я вам рассказывал в прошлом ролике. Это вот Сомали-Джибути, очень редкие купюры, которые мало кто видел. 5 тысяч и 5 сот. Вот 5 сот с другой стороны. Вот 5 тысяч с другой стороны. А также редкая, вышедшая из употребления купюра в 50 шиллингов. 50 шиллингов Сомали-Джибути, это купюра из употребления на сегодняшний день уже вышла. Я, наверное, ее не пользуюсь, но лет 7 точно не пользуются ее. А вот 100 шиллингов кенийских. Так что, я думаю, что какие воспоминания приятны. И вывод таков. Если вы приезжаете куда-то очень далеко, побеспокойтесь о том, чтобы совершить вылазку в соседнюю страну, в какой-то приграничный городок. Это будет очень полезно и поучительно. И очень часто это не требует оформления визы, не требует оплаты. Ну, если требует оформления визы, значит, запаситесь еще и визой. Но при пешем пересечении границы всегда вступают в силу другие законы. Одно дело прибытия в столичный аэропорт, и другое дело переходить вот так вот границу. Есть в аэропорте Гуси-Гальпа, и там, значит, другая история. Но здесь вот все произошло именно так. Вот еще одна страничка моих дальних, несчастливых и очень для меня радостных путешествий, от страсти к которым я отделаться, ну, решительно не могу. Всем счастливо. Спасибо большое.